Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна фотография. Можем завершить. Давайте честно признаемся, воспринимать фотографа как художника, а фотографию как произведение искусства мы сами не готовы. Кто в нашем обывательском представлении фотограф? Человек, который делает фото для документа. Обычный технический исполнитель. Винтик в огромной бюрократической машине государства. Таким было его место в советской казенной системе, но даже в ней появлялись настоящие фотохудожники. Великие мастера своего дела, такие, например, как знаменитый дизайнер, фотограф и художник Александр Родченко, пионер советской фотографии, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, становление которого как художника прошло в Казани. Казанская школа фотографий была и остается одной из сильнейших на просторах бывшего Советского Союза. Наших мастеров ценят и за рубежом, причем оценивают их работы ценители фотографии зачастую в солидные суммы в иностранной валюте. Только самим мастерам от этих сумм ничего не перепадает, потому как архивы либо утерянные, либо распроданные за копейки гуляют по всему миру. Известный казанский фотограф Фарид Губаев нет-нет да обнаружит свои работы то в американском фото-журнале, то на знаменитом аукционе в Сотбис. Я там обнажил свои работы. 150 лот, было 5 моих работ выставлено. По стартовой цене 6 тысяч евро. Неплохо так. Вот за одну работу черно-белую. У нас покупают за гроши наши работы, потому что здесь они почти никому не нужны. Понимаете? К сожалению, фотография очень прикладная и она нужна конкретным людям в конкретный час. Вот эта фотография сейчас нужна, а вот эта нам не нужна ни в коем образом. Понимаете? И система сохранения архивов, ее не существует. Мы с вами теряем огромные деньги, когда вот этот вот наш потенциал, наши фотографии всплывают где-то в Москве, в лучшем случае в Москве, в худшем случае, значит, за речкой где-то. Уходят мастера фотографии, вместе с ними уходят часто бесследно огромное фотографическое наследие Казани и всего Татарстана. Впору бить тревогу, потому как мы теряем уникальное богатство, которое невозможно восстановить. Случай позволил сохранить архив известнейшего фотохудожника Бориса Давыдова, который снимал в том числе деревянную Казань. Редкие исторические снимки были выброшены на помойку, и лишь случайный прохожий спас их для истории. А сколько редчайших фотографий и архивов уже не спасти. Николай Седов, я шлинче работал, он снимал всю татарскую интеллигенцию того времени. Нету. Коля ушел, архив ушел. Вася Мартинков, вечерняя Казань, архива нет. Бектимиров Алик, архива нет. Старший Алик, и старший Бектимиров, архива нет. Андронов Антолий Иванович. Масса у нас, это только раньше поколения, вообще все. А где еще хранить будешь? Сегодня проблему архива каждый фотограф решает самостоятельно. Фарид Губаев хранит его у себя дома, на балконе. Сначала лежали на работе, у меня все лежало там на работе. Гора была этих банок, у бобин. Потом у этого, вот молодь золота, у него тоже там все под потолок было. Потом, естественно, когда с редакцией отношения кончились, уже, значит, мы каждый понес домой. Это вот у нас 90-й год. Здесь в руках у нее талоны. Вот здесь, видите, это вот когда у нас масло было под талоном и так далее. Фотохудожнику Рамелю Галлии помогают сохранить его богатый фотографический материал в информационном агентстве «Татар Информ». Был такой феномен казанский, да, назывались они гопники. И в то же время для того, чтобы как-то от них защититься, вышел на улицу первый патруль с автоматами. Видите, вот автоматы у них. И они патрулируют казанские улицы. А вот и сами гопники, которые идут. И, я думаю, мало фотографов, которые кто-то отважился, чтобы сделать такую фотографию. Мы уже в «Татар Информ» создали определенную базу, но мы не вышли еще на международный уровень, да, на российский уровень, чтобы у нас покупали наши изображения. Для этого, значит, нужна финансовая сторона. Это нужно где-то миллион рублей. Это не долларов, а рублей. Вроде бы смешная сумма. Даже по меркам бизнесмена средней руки. Один миллион рублей. Но если не озаботиться этой проблемой сейчас, потерять мы можем много больше. Мы потеряем нашу память, историю. Кстати, к вопросу о деньгах. Сколько вы думаете стоит современная фотоаппаратура сегодня? Если все подсчитать, и получится тот самый миллион рублей. Минимум. Известная фраза, которая со временем превратилась в народную мудрость. «Хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат». Так повелось еще с советских времен, когда и сам аппарат стоил немаленькие деньги, а к нему прилагались еще и фотопленки, и фотореактивы. То же самое и сегодня. Для профессиональной съемки необходимый штатив, несколько объективов, которые стоят огромные деньги, и многое-многое другое. Когда я слышал такие выражения, типа, ну это же фотографии, чего вы там деньги много просите, да? Вот художник, я понимаю, это картина большая, это холст, надо купить краски, надо купить холст, надо написать там полгода сеть картину, да? Это я понимаю. А что такое фотоаппарат? У меня вон телефон крутой. Нажал, и карточка вышла. И вы за это еще деньги просите? Ну не стыдно вам? Делал альбом большой нашему, так сказать, уважаемому человеку, да, там, к юбилею. И когда пошли, так сказать, говорить, ну надо оплатить работу, это колоссальный еще труд. А в ответ мы слышали очень забываю интересную фразу такую, да? Ну, а вы что, не могли из уважения к этому человеку бесплатно это сделать? Это специально, чтобы ваш труд не торчало, да? Да. Трудности, в том числе и финансовые, молодежь не смущают. В Казанском колледже номер 41 отбоя от желающих изучить профессионально фотодело нет. Причем девушек, фотографов не меньше, чем ребят. Профессиональный фотограф и по совместительству преподаватель колледжа Галина Овчинникова объясняет это простым фактом. Ну, потому что они снимают своих детей. Когда появились дети, начали фотографировать, захотелось все лучше, лучше. Я на телефон вообще не снимаю. Я не могу, потому что мне... Ну, мне эти фотографии, я их все равно, я их не распечатаю, я с ними ничего не сделаю. Никогда даже навороченный гаджет или телефон не заменит фотоаппарат. Тот, что в руках настоящего мастера. Причем изысканный снимок они могут сделать везде. На совещании. Дома из окна, как Фарид Губаев. Или выйдя на улицу, как Рамиль Гали. Только набавано около пяти музеев, насколько я начинал. Если будет здесь и фотографический музей, то это будет вообще замечательно. Смотрите, он снял на фотоаппарат или на телефон, это сразу ушло в Париж, в Нью-Йорк, там, в любой город, где он живет. Там будут смотреть его родственники, понимаете? Это самая быстрая и доступная пропаганда через изображение, понимаете? У нас очень много фотографов. У них куча пленок, они даже их не проявляли. То есть они хранят годами их. И там много интересного материала. И они просто могут как бы кануть в вечности. Никто о них не знает. Тимур Бекморзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней.